Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновация в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Дорогие друзья, сегодня речь пойдет о долгосрочных изменениях, которые происходят сегодня в мире. И которые будут определять глобальное экономическое развитие в ближайшие 15-30 лет. Именно сейчас закладываются те структуры технологические, производственные. Формируется семейство компаний, которые будут генерировать экономическое развитие в обозримом будущем. И деятельность которых обеспечит выход экономики из нынешнего глобального кризиса на очередную волну экономического развития. И в каждый момент времени можно выделить некий доминирующий технологический уклад. Именно этот технологический уклад, доминирующий, определяет большую часть прироста экономической активности. Первая картинка показывает смену технологических укладов. И каждая смена технологических укладов сопряжена с глобальным экономическим кризисом. С появлением правого двигателя происходит революция в производстве. И эта революция касается не только двигательной установки, она меняет всю экономическую систему. Появляется спрос на уголь, появляется еще одна базовая отрасль экономики, угольная промышленность. До этого базовым энергоносителем были дрова обычно или сено, а главной тягловой силой были лошади. Кроме того, возникает спрос на металл. Сочетание угля и руды дает возможность этот металл выплавлять. Это чугун был в те времена. Применение паровой машины приводит к революции на транспорте. Появляются пароходы. И начинается строительство водных каналов, как базовой системы коммуникации. То есть колоссальные изменения, связанные со вторым технологическим укладом. Третий технологический уклад возникает в конце 19 века. И вместе с ним Российская империя, кстати, начинает входить в число ведущих промышленных держав. Поскольку к этому времени у нас формируются уже предпосылки для подключения к этому ритму экономического развития глобального. Формируются институты кредита, позволяющие аккумулировать инвестиции. И изобретение электродвигателя. Очередная революция в производстве. Которая влечет за собой колоссальные изменения в организации труда. Появляется современный завод, современная фабрика. Которая не привязана к одной двигательной установке, как это было при паровом двигателе. Возникает возможность диверсификации производства. Ну и колоссальная активность разворачивается вокруг, собственно, ключевого фактора электроэнергетики. Строительство электростанций и на пару, и гидроэлектростанций. Ну и, в общем-то, проникновение электричества и развитие электротехнической промышленности – это абсолютно революция, так сказать, в образе жизни и во всей экономике. Следующий технологический уклад связан с появлением двигателя внутреннего сгорания, который производит революцию в транспорте и делает возможным формирование мобильных производств, которые могут работать где угодно. И отличаться гибкостью, потому что автомобильный транспорт дает возможность такой гибкости. Появляется нефть, которая заменяет уголь в качестве доминирующего энергоносителя. И целая гамма новых производств, связанных с органическим синтезом. Наши слушатели в Ямало-Ленинском округе хорошо знают, что такое газ, нефть и все колоссальные возможности, которые дают эти виды не только энергоносителей, но и ценнейшего химического сырья. Все это формирует четвертый технологический уклад. Наконец, пятый технологический уклад, который уже формируется на глазах нынешнего поколения, связан с микроэлектронной революцией, с появлением интегральной схемы в качестве ключевого фактора, которая революционизирует также всю промышленность и экономику, позволяет создавать гибкие автоматизированные производства, развивается робототехника. Конвейер, который был характерен для третьего и четвертого технологического уклада, заменяется гибкими системами организации труда, возникает система автоматизированного проектирования, труд интеллектуализируется. Ну и, в общем-то, все это сопровождается революцией приборостроения, телевидения, радио, в самых современных проявлениях мобильная связь. Это все составляет ядро пятого технологического уклада. Наконец, сейчас мы находимся на пороге формирования новой волны экономического роста, шестого технологического уклада, о котором в основном сегодня и пойдет речь. Уклад, который связан с фундаментальными прорывами. В 2015 году фонду важно сосредоточить усилия на ускоренном развитии прорывных промышленных технологий, которые должны соответствовать новому шестому технологическому укладу. Именно такие технологии определяют завтрашний облик отечественного ОПК. Добрый день, друзья. Начинаем наш очередной день работы по программе SkyWay. Как видно, как слышно. Давайте это... Так, отлично. Сразу, друзья, так, я многих-многих уже узнаю в лицо. Многих, так сказать, с многими общались вот на форуме. Вот сейчас Алексей поставил вот этот ролик. Вот Дима Слюсар сделал. Просто вот эту атмосферу, она действительно очень интересно передает. Мы все после форума, на форуме этот сбор, слет, консолидация единомышленников по единой цели, единой задаче. Я могу сказать, что действительно интересное такое прошло мероприятие. Вот я сразу, друзья, еще чуть-чуть извиняюсь. Это самое никак не могу отойти от болезни. Еще очень тяжело у меня осложнения на легкие. У меня тут после воспаления легких несколько лет назад есть определенные, как бы, такие проблемы. Как бы, гриппом переболею, потом, может, еще почти месяц, вот такие вот последствия. Поэтому у меня с голосом какие вопросы, соответственно, это. Поэтому ничего страшного, давайте на это не обращать внимания. Вот, поэтому, да, я как раз, друзья, очень, кто был на этом форуме, вот, вы, наверное, всю эту атмосферу почувствовали. Вот, Наталья, да, тут многих, кто сейчас, кто и был. Любовь Междуреченская, там, Григорий Михайлович, он всех приветствует. Вот, то есть, это такая консолидирующая вещь. Ну, вот, друзья, конечно, формат следующей нашей встречи, 10-11 октября, он будет очень существенно изменен, то есть, это будет все-таки годовой, и это уже будет отчетный, если мы ставили полугодовой, здесь, в апрельский форум, это как, скажем так, сбор единомышленников и импульс для дальнейшей работы, то год это все-таки подведение итогов, это некий анализ того, что сделано, и, соответственно, по планам, что мы должны дальше двигаться. Так, друзья, кто еще не проголосовал, особенно это касается новичков, цифру набирайте 1, 2, 3, чтобы вы понимали, кто, в какую программу вы попали, и, соответственно, чтобы мы анализировали, делали. Но по опыту сразу можно сказать, что в среду в 13 и в 20 часов к нам с Алексеем ходят вебинары, в основном люди, которые уже в программе, которые понимают, о чем речь, и поэтому мы больше проводим такой, ну, скажем так, текущий анализ, сверяем те наши позиции, которые есть, и определенные тенденции, которые на будущее с анализом того, что происходит. Поэтому здесь новичков, все-таки мы не ставим задачу, чтобы у нас было как можно больше новичков, вот, у нас есть специальные вебинары, специальные тренинги для тех, кто только входит, кто начинает работать, поэтому, друзья, следите за расписанием, следите, так сказать, вот, у нас вот Александр Кузнецов еще ведет, он тоже здесь, я видел где-то, что же он активно работает сейчас с молодежной частью. Кстати, вот сегодня тоже будем в оперативном плане работ, общаться там с таким директорским составом. Тоже есть мысль такая сейчас к нашему форуму в Москве 10-11 октября провести перед этим сначала некий такой молодежный форум тех, кто работает в программе SkyWay, чтобы сформировать что-то типа своего такого кадрового резерва Транснета для тех людей, которые уже будут сейчас входить и формировать непосредственно компании, которые будут продвигать технологию и использовать уже ее в конкретном бизнесе. Вот, поэтому вот сейчас это тоже, мы только запустим сейчас несколько адресных проектов, вот, поэтому активно уже идет, она идет и в Турции, и в Израиле, это то, что касается заграницей. Активно мы работаем сейчас в Москве тоже по двум адресным проектам, вот, поэтому как только они выйдут на уже такую стадию предпроектной, проектной, потом уже демонстрационной вещи, то, естественно, мы очень надеемся, что до октября у нас этот процесс уже пойдет, и, соответственно, у нас будет уже опыт и формирование, как мы будем делать, соответственно, не то что адресные проекты, а именно сетевой бизнес уже связанный с точки зрения не привлечения людей в программу, а с точки зрения создания и запуска конкретных компаний, то есть это будет сеть, это Леша Суходоев предложил такой термин, именно уже сеть Транснет, состоящая из конкретных адресных проектов. И сейчас мы как раз начинаем подбирать людей, которые хотят участвовать в этих проектах, естественно, что они должны обладать определенной квалификацией, определенными навыками, определенными талантами, способностями, вот, соответственно, мы будем вооружать их определенной методикой и запускать, ну, то есть это через наш, мы сейчас уже заканчиваем в стадии оформления нашу академию, назвали мы ее Академия Новой Евразии, то есть это та структура, которая будет готовить людей, которые будут жить и развивать эту территорию. Поэтому, видите, все идет у нас активно, развивается очень такими семимильными шагами. Еще из новостей, что можно сказать, так, Эмираты, Да, друзья, я вот как раз из последних новостей хотел сказать, что Анатолий Эдуардович с группой сегодня специалистов был на прошлой неделе в Эмиратах, ввели переговоры с департаментом транспорта в Абудабе, там еще рядом очень серьезных новостей все эти есть. Это как раз, друзья, показывает о том, что проект выходит на все новые и новые бизонты. Поэтому я могу сказать, что работа с такого рода крупными инвесторами, крупными заказчиками, естественно, что Анатолий Эдуардович эту работу все ведет сам. И у нас больше складывается такая специализация или, скажем так, диверсификация, что наша инвестиционная группа и мы как команда, мы больше ориентированы на работу на евразийском пространстве и непосредственно все больше в России и основных ее сегодня партнерах. Это Украина, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Армения. А основной головной офис, основная головная компания, которая находится в Минске, она ориентируется на работу с крупными инвесторами по всему миру, и, наверное, это правильно. И, соответственно, она работает более глобально, более широко, поэтому эта работа сейчас идет очень активно. И, как вы это видите, вот эти все новости, связанные с Эмиратами, связанные с Будаби, они как раз показывают о том, что этот процесс идет очень активно, и нас это не может не радовать, тем более, что там же также закладывается логика линейных городов, новая логика сельского хозяйства, которая позволяет, благодаря технологии Skyway и строительству новой транспортной коммуникации, даже в пустыне делает город САД. Вот, естественно, это все не может не радовать, это очень все положительные моменты. Но еще раз акцентирую внимание, что мы сейчас ведем проект, который перекликается, схож, они будут идти только параллельно, ни в коем случае они не могут идти по-другому. Это наш линейный город, вот, и об этом мы сейчас тоже несколько поговорим. Это Скайград, как мы его называем, линейный город Евразия, который протянется полностью от Санкт-Петербурга до Владивостока. А сейчас, благодаря тому, что подключилась наша уже английская компания, это Global Transnet UK, вот, английская компания, которая как раз ставит уже задачу адресные проекты реализации в Англии и в Европе, в Северной Европе. Вот, поэтому получается, что дальнейшая, конечно, наша Евразия, линейный город, как мы очень серьезно рассчитываем, он продлится до Лондона и, соответственно, от Владивостока до Токио, и дальше пойдет уже и в Пекин, и в Дели, и в Хошимин, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это сегодня логика линейного города, и не зря мы сейчас работаем по вот этой программе земли, вот, которую инициировал полпред Трутнев Юрий Николаевич, а поддержал ее активно президент, и как раз эта логика выделения земли именно как ресурс для того, чтобы государство развивало Сибирь и Дальний Восток, мы как раз ее наполняем сейчас содержанием. Сразу вернусь на несколько, там, вебинаров назад, и еще раз по земле, потому что много задают вопросов, особенно те, кто отправили заявки на получение земли, что вроде как происходит, не происходит, и вообще как можно звать людей, что им объяснять, зачем и, собственно, они берут эту землю. Вот, значит, друзья, эта программа инициирована руководством страны, чтобы использовать землю как ресурс для освоения Сибири и Дальнего Востока. Вот, соответственно, без освоения инфраструктуры, без построения инфраструктуры, без создания современной нового 21 века и 3-го тысячелетия коммуникации, естественно, это сделать невозможно. Вот, так как мы проект, который занимается развитием инноваций в сфере транспорта, в сфере транспортных коммуникаций, вообще перемещений товаров, услуг, информации и энергии, это все и называется единым коммуникатором Транснет, основой которых являются струнные технологии и под брендом Скайвей, и, соответственно, мы наложили две эти возможности, которые есть в технологии, на то, что сегодня надо по своей территории. И родилась вот такая вот очень интересная проект, он действительно непростой, он действительно такой серьезный, амбициозный, вот, но, как мы уже с Алексеем не раз говорили, что, в общем-то, в России неоднократно уже решались такого рода глобальные и серьезные задачи. Вот, вы помните, начиная от еще реформ, Петровских реформ, когда он вывел государство на новый технологический уровень, на новое позиционирование в Европе, создал современную по тем позициям армию, флот, ввел Академию наук, то есть создал науку, то, что без науки не могла развиваться ни производство, ни индустрия, ни военная промышленная составляющая. То есть, соответственно, это все начало вхождения России в современный, по сегодняшним меркам, мир, и то место, которое она заняла, тогда оно, в общем-то, уже после этого не учитываться и не рассматриваться ни могло. Были, конечно, попытки после этого его ликвидировать, убрать, вот, но всегда благодаря науке, благодаря инженерным решениям, благодаря именно модернизации, страна всегда находила в себе силы противостоять внешним вызовам, которые были постоянно, как с самого начала возникновения российского государства. Вот, и здесь дальше в этом развитии нельзя не вспомнить, естественно, и реформы Александра Третьего, и строительство Транссиба, который там более чем на полтора века связал и стал хребтом российской экономики, российской империи, а потом уже советской империи. Вот, это то, без чего бы Советский Союз, ну, вообще, именно наше единое государство на одной шестой части суши не могло бы существовать. Вот, поэтому надо вспомнить обязательно такие реформы, которые производили в начале своего правления большевики, то есть это в 17-18 году, когда пошел план электрификации. Вот, и, соответственно, а, тут обсуждение физических планов идет, ну, это самых параметров, да, друзья, это все правильно, то есть я тут смотрю, вот Юрий Всюков, он уже настолько грамотный специалист, поэтому, если какие-то вопросы возникают, вы прямо ему напрямую пишите, он настолько грамотно дает ответы, что я иногда самых с большим удовольствием читаю. Так вот, друзья, я вот эту линию проводя, почему она сейчас очень важна, потому что подойти к тому анализу, который я хотел вам сейчас сделать на сегодняшний момент. Вот, а эта историческая параллель, она очень много показывает, она очень серьезно подводит к тому, что происходило, что сегодня происходит, и самое главное, потому что всех интересует, что будет происходить, происходить, с точки зрения анализа и с точки зрения исторической экстраполяции. Ну, кто не знает слово экстраполяция, это моделирование точки, исходя из знаний прошлого. То есть нельзя моделировать будущее, если вы не знаете, как происходило, то есть это такой принцип экстраполяции. Так вот, очень важно, вот я остановился на реформе большевиков и план Гоэнгро, то есть это электрификация, потому что Ленин на тот момент, возглавляющий правительство, он понимал, что если не произвести электрическую энергию, если не дать стране серьезный энергетический ресурс, она не сможет производить индустриализацию, она не сможет производить чугун, металл, рельсы, а дальше уже танки, пушки, самолеты, и, соответственно, она не сможет противостоять внешним вызовам, и как государство на тот момент, имеющее огромное количество внешних врагов, не сможет существовать. Эта задача была решена, была проведена индустриализация, страна вышла на передовые, в общем-то, промышленные позиции, и это позволило, соответственно, и выдержать еще один очень серьезный вызов 20 века, это Вторая мировая война, когда вот эта вот зараза, которая к нам приползла из Германии в виде фашизма, и вот этого национального превосходства одних над других, которые-то всегда, скажем так, когда людям нечем прикрыть свои недостатки, они начинают говорить о национальном превосходстве. Соответственно, вот эта идеология фашизма, то есть и Россия столкнулась... Это через сколько за помощью нескольких, 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 нескольких? Все, все, сейчас. Так вот, друзья, это все, опять же, могло произойти только благодаря, то есть, особенно к дате, к которой мы сейчас подходим, 70-летие победы во Второй мировой Великой Отечественной войне, вот, естественно, что несколько составляющих, и так как мы инновационный технологический проект, именно научный проект, мы будем говорить именно с точки зрения научной и технической составляющих. Поэтому однозначно можно утверждать, что если бы у нас не было передовых на тот момент технологий с точки зрения машиностроения, то есть танк Т-34, Катюша, самолеты, которые были очень простые, очень дешевые, очень качественные эксплуатации, то, соответственно, никакого вопроса о победе и выстоянии в Второй мировой войне речи быть не могло. Но, соответственно, инженерная мысль, инженеры, которые работали, это целая плеяда авиаконструкторов, технических конструкторов, машиностроения, стрелкового оружия и вообще индустриализация, то есть то, что произошло, это позволило выстоять, сделать и победить в той очень непростой, я бы сказал, на самой жестокой войне, которая была. Следующие за этим, которые программы, которые шли, которые тоже уже шли, такой недалекой истории, это создание ядерной бомбы, то есть ядерного оружия и сдерживания, когда Гитлер выпустил этого джина из бутылки, его подхватили англичане и американцы, соответственно, для того, чтобы сохранять мир и противодействовать в той системе, надо было создать свое оружие и в кратчайшие сроки Советский Союз, ну там во главе этой программы стоял Лавренти Павлович Берия, руководитель НКВД, соответственно, объединив усилия разведки, объединив усилия инженеров и всей промышленности, мы к 49-му году создали оружие сдерживания. Это тоже мощнейшая советская ядерная программа, ее нельзя сказать, потому что, наверное, ни одна страна в мире не способна была на решение таких проблем. И дальше я могу сказать, что за этим следом пошла программа доставки ядерного оружия, это программа создания носителя, то есть самолета. То же самое пошли по пути сначала создания своего самолета, когда поняли, что в короткие сроки самолета создать невозможно, то скопировали американский Б-29, и, соответственно, буквально через где-то 5-7 лет в России были уже тысячи самолетов, способные доставить ядерное оружие в любую точку планеты. Соответственно, это тоже такая серьезнейшая программа, то есть там была создана целая отрасль, потому что до этого у нас не было ни отрасли автопилотов, ни области керметических. Ну, в общем, это такая, я просто очень любил строение, особенно история, поэтому я могу сказать, что это такое направление. Параллельно с этим развивалась у нас космическая программа, потому что всем было очевидно и понятно, что самолетостроением, где мы копируем и где мы идем за американцами, мы никогда их ни обогнать, ни на приоритете выступать не можем. Единственное, скажем, направление – это обогнать навсегда, то есть создать свое приоритетное направление. И таким приоритетным направлением стала космическая отрасль, вот, она, естественно, сначала развивалась как носитель ядерного оружия, то есть как альтернатива самолетам, и эту задачу Королев очень успешно решил. Вот, соответственно, мы вышли на передовой позиции, здесь американцы за все время не могли создать носитель, который отличается такими характеристиками, как у нас. Соответственно, следующим шагом – это также к ядерной создании мирного атома, также к космической программе возникло, соответственно, направление в освоение человека космосом, и, соответственно, мы вышли на передовые побежи в космическом. То есть, почему нам это сегодня надо знать, и почему об этом надо говорить? Что такого рода проекты, они возможны только в такой стране, как Россия, когда страна может мобилизовать, поставить цели, задачи и решить этот вопрос. И как раз эти исторические параллели показывают, что мы решали такие задачи, когда страна стояла на грани очень серьезных катаклизмов, на фактически грани физического уничтожения. Она мобилизовала, делала и всегда проходила вперед. Ну и еще один, я бы такой пример, это строительство БАМа, это Байкало-Амурской магистрали, это когда энтузиазм всей страны, особенно молодой части, тоже был направлен, и соответственно этот вопрос можно рассматривать как отдельный проект. Зачем, друзья, я столько времени сейчас провел такую параллель, так же, как вот я регулярно вам рассказываю о технологических укладах, о том, что мы сейчас подошли к шестому, к замене и так далее. Это как раз, друзья, та база, на которой мы сейчас стоим, на которой мы сейчас говорим, что время на сегодняшний момент переломное. И говорить о том, что было там полгода, год, два, там, три-пять лет назад, новой истории России сегодня уже некорректно, потому что время идет настолько серьезно и настолько быстро, и однозначно можно утверждать, что мы опять стоим на переломном этапе, на переломном моменте, и если сегодня страна не мобилизуется, не сделает опять серьезные шаги, то она просто перестанет существовать. Это уже абсолютно очевидный, абсолютно объективный сегодня вопрос, то есть никто не сегодня уже не вызывает возражения о том, что последние 15 лет, когда мы сидели под кайфом, то есть вот от этой нефтяной иглы считали, что на этом можно сидеть вечно, но как показывает практика наркомании, ни один наркоман вечно жить не может под кайфом. Она легко заканчается. Вот сегодня это время кончилось, и мы подошли к тому, что с этой иглы надо слезать, и, соответственно, надо проводить реальную модернизацию, надо проводить реальное управление, именно систему управления экономикой. Надо развивать определенные производства, надо осваивать территории. Сегодня эти вопросы неожиданно стали возникать. И как сегодня показывает вся, это уже мы перейдем к сегодняшней теме, что все аналитики сегодня и наши российские и мировые сходятся в том, что цена на нефть, которая сегодня затопталась на уровне 60, это временная передышка. Пока, судя по всему, идут какие-то политические договоренности, но, как показывает вся внешняя договоренности, пока никаких нет. Значит, начиная где-то с середины к мая, где-то к концу мая, судя по всему, будет следующий виток такого жесткого разговора с Россией, жесткого, так сказать, противостояния вообще в мировой системе. Для нас сигналом будет падение цен на нефть до 40, а Саудовская Аравия готовится уже к 20 долларам. Значит, соответственно, сегодня сам уже Центробанк произнес, что при цене на 40 долларов за баррель нефти доллар будет стоить по отношению к рублю как минимум 70, а при цене 20 он будет стоить за 100. Но при этом сам же Центробанк, то, что сейчас Алексей сбрасывает вам, сам Центробанк говорит, что мы в такой сценарий не верим. Это особенно смешно в том плане, что в начале года, когда верстался бюджет на этот год, Центробанк говорил, что цена сегодня 100 долларов за баррель, мы делаем расчет еще и при 80, это как пессимистичный. И когда вопрос, а рассматривали ли вы сценарий при цене в 60 долларов, они сказали, нет, мы такой сценарий даже не рассматриваем, и это Набиульна открыто признала. И, наверное, что Леша Суходой в своих комментариях написал, что лучше бы не позорились такими комментариями. Понимаете, это действительно было очень такое, ну, скажем так, расписаться в собственной близорукости и неумении управлять. Так вот сегодня, когда они говорят, что цена на ней 40, а будет, соответственно, доллар к рублю 70, они говорят, мы в эту цену не верим, поэтому, друзья, можно четко и сегодня по всем аналитикам, которые говорят, что реально цена 40 до конца года, это еще будет очень оптимистичный, соответственно, прогноз. Так вот, друзья, исходя из этого, почему мы сейчас все это произносим и говорим, что, то есть, нас создали вот за последние, там, несколько, там, пару месяцев некую иллюзию такой стабильности, то есть, на прошлой неделе выступал президент Путин перед прессой, вот, более почти 4 часа, вот, но я, честно говоря, сидел как экономист, как человек, занимающийся макроэкономикой, пытался хоть одно услышать слово, которое говорит о том, что же мы будем делать и каким же образом страна будет выходить из вот этой экономической ямы, в которую она сейчас валится, вот, сразу могу сказать, друзья, я ничего лично не услышал, поэтому много было сказано, ну, сказать ни о чем пустого я не могу сказать, то есть, да, там и тренажеры раздавались, и зарплаты платились, даже кому-то пальцем грозилось, все было, так сказать, вызывает кучу положительных эмоций, куча, так сказать, это на меня как экономиста, который именно хочет увидеть и услышать, каким образом будет развиваться страна, здесь, друзья, как раз я могу сказать, что пока никаких серьезных шагов и никаких серьезных на этот момент мыслей прогнозов пока нет, вот, поэтому мы идем своим чередом, то есть, мы сейчас запускаем еще один наш параллельный проект, который называется «Научный прорыв», то есть, где мы четко показываем, что с помощью технологии Skyway и сопутствующей технологии мы реально можем изменить ситуацию в России и в российском пространстве и реально сделать экономический русский прорыв, русское чудо, вот, соответственно, пока сказать, что это прям востребовано и этим все хотят быстро воспользоваться, пока я это сказать не могу, более того, больше мы это сейчас, друзья, делаем как раз ориентацией на то, чтобы показать вам, как нашим партнерам программы, как те, кто участвует сегодня в нашем проекте, о том, что это серьезно и мы занимаемся это для того, чтобы создать серьезную технологию, чтобы создать серьезные компании, которые будут решать конкретные серьезные задачи, вот, потому что если заниматься только болтовнёй, чем занимается наш премьер-министр Медведев, то, соответственно, никаких решений с этого не будет. Вот сегодня пришла еще одна новость, буквально прямо перед началом вебинара. Сегодня министра сельского хозяйства Фёдорова, это бывший президент Чувашии, заменили на губернатора Краснодарского края, Ткаченко. Вот, соответственно, ну, друзья, кто с Краснодарского края, я думаю, что они спокойно вздохнули и сказали, ну, слава Богу, теперь пускай не только Краснодарский край, теперь вся страна в сельском хозяйстве поймет, что такое губернатор Ткаченко, так сказать. Слава Богу, он 15 лет уже руководит регионом, так сказать, вот, и сейчас пускай вся страна посмотрит, что из этого будет. Но, исходя, что происходит вот такая ротация, этот становится советником президента, это говорит о том, что никаких серьёзных шагов в развитии, в решении, в ближайшее время пока даже не предполагается. Будет вот такая косметическая ротация от кадров, вот, будет передвижение одних на других, вот, соответственно, без, вот, тут это сам Ткачёв, да, не Ткаченко, Ткачёв, точно, да, Ольга, так сказать, как это, вот, поэтому это сейчас, опять же, мы к этому относимся и делаем абсолютно, на душу, потому что мы смотрим на всё это через призму Скайуэя, потому что мы с вами заняты непосредственным делом, то есть у нас идёт строительство полигона, сейчас уже идут геодезические работы, то есть всё это показывается, делается, к сожалению, пока мы можем показать и сделать, конечно, ничтожно мало, поэтому, потому что большая часть работы, которая сейчас идёт, она ещё всё-таки вскрытой такой, файд, но по мере дальнейшей развития работы, всё будет очевиднее и серьёзнее, и, так сказать, больше для восприятия, поэтому в этом плане, кто подключается к программе сегодня, естественно, они несут и большие риски, но и наша задача выстроить таким образом, чтобы и отдача, и вознаграждение этих людей было, соответственно, тоже как можно больше. Поэтому мы тоже сейчас, как именно Инвестгрупп, Skyway Инвестгрупп, сейчас мы всё дальше и дальше выходим, что мы, скорее всего, будем сейчас уже переходить в группу адресных проектов, инвестиционную группу, и, скорее всего, мы будем уже называться Транснетгрупп, вот именно Транснет, инвестиционная группа, исходя из логики, что сейчас мы создали компанию, которая называется РусТранснет, это русский Транснет, которая занимается популяризацией, развитией и создания бизнес-планов для строительства трасс на территории России, вот, мы создали компанию, опять же, это совместно с различными партнерами в Украине, которая называется УкрТранснет, вот, сегодня наши партнеры создали компанию в Лондоне, как мы, как я уже говорил, это Global Transnet UK, соответственно, с конкретным адресным проектом в Англии, Шотландии и все в Северной Европе, вот, соответственно, это уже сегодня группа компаний, которые дальше, вот, а сейчас у нас появится еще ряд, ряд, ряд компаний, которые будут абсолютно в разных точках и мира, и России, и евразийского пространства, которые будут решать абсолютно разные задачи, вот, именно с применением технологии SkyWay и строительства сети Транснет, вот, поэтому это сейчас активно идет, и в этом плане, вот, я сейчас могу сказать, что завтра у нас уже возвращается, у нас наш очень близкий, кто, наверное, слышал с нами давно, что Морозов Виктор Васильевич, он у нас одно время даже был председателем совета директоров, а сегодня он возглавляет такое китайское направление по работе с партнерами в Китае, вот, он как раз в данный момент там проводит переговоры, одного из таких самых интересных направлений, это по доставке воды и пищевого льда в Китай, потому что Китай сегодня испытывает, и вот я сейчас в конце вебинара обязательно сброшу материалы, да, Морозов Виктор Васильевич, да, это вот спрашиваю, да, соответственно, мы активнейшим образом работаем вместе, и вот это вот направление по работе с китайскими партнерами именно в плане экспорта пищевого льда, вот, мы как раз это направление активно сейчас ведем, потому что следующим таким очень серьезным адресным проектом, так, секундочку сейчас, друзья, да, я извиняюсь, просто еще это, я говорю, не до конца здоров, вот, вот это направление по пищевому льду и как, это общий проект, который мы называем русский холод, вот, это будет одно из самых таких серьезных направлений, которые мы будем двигать в ближайшее время, вокруг которых будет сегодня большое обсуждение и большое продвижение, вот я могу сказать, что мы сейчас уже выходим на согласование с Академией наук, с Российской Академией наук на проведение совместной конференции, скорее всего она будет где-то в конце мая, начале июня, сроки еще согласовываются, мы об этом обязательно объявим, это большой международной конференции именно по проблемам воды в мире, вот, а Россию и почему это касается, потому что мы являемся 70% всех поставок воды, которая может быть еще сохранена и в виде льда, а лед это единственный известный в природе конденсатор холода, холод это мощнейшая энергетика и одна тонна льда несет в себе энергии в 8 раз больше, чем необходимой энергии для того, чтобы расплавить тонну железа, вот, то есть это, чтобы вы понимали. Тут вот про Байкал, Руслан, вот эти вот все разговоры про Байкал, во-первых, мы собираемся брать воду не та, которая бегает, а та, которая выбегает из Байкала, то есть, поэтому это на обмеление никак не влияет, экологией Байкала надо заниматься, а во-вторых, сеть озер, которые находятся в Сибири и на Дальнем Востоке и в Восточной и Западной Сибири, это более полутора тысяч озер, которые можно использовать в этой программе, не обязательно для этого Байкала, есть очень серьезные и интересные озера в Тыве, это, соответственно, юг Красноярского края, есть озера в Алтайском крае, одно Телецкое озеро, чего стоит, есть Таймыр, Таймырское озеро, поэтому, друзья, помимо Байкала, здесь еще очень много, поэтому Байкал это просто на слуху, то, что обсуждают и делают, и проблема там как раз совсем, когда называют, милени Байкал, это не в том, что оттуда берут воду, а в том, что сегодня монголы у себя пытаются перекрыть доступ воды в Байкал путем строительства гидроэлектростанции, и инициирует этого никто иное, как Мировой банк, соответственно, с американцами, поэтому там идет более глубокая такая серьезная подоплека у всей этой проблемы, поэтому Байкал мы тоже все очень любим, ценим, но это не единственный источник чистой питьевой воды, которая может быть заморожена, то есть вот в Тыве есть озера, которые стоят прямо в серебряных рудниках, и там настолько биологически активная серебряная вода, что она медицинский, с медицинской точки зрения является лечебным средством, поэтому, когда такую воду мы начнем выводить на рынок, это, конечно, будет не просто в воду, а в виде замороженного льда. Естественно, что это все завязано только на транспортную инфраструктуру. И второй момент, друзья, почему мы очень тесно связываем два проекта, и почему один проект не может развиваться без другого. Это проект линейного города Евразия и проект русский холод, то есть поставки пищевого льда, потому что все трассы, вдоль которых будет находиться линейный город, и вся его основа, и вся его экономика будет идти именно в первом этапе на том, что будет строительство трасс по поставке пищевого льда. Это и в Китай, и в Индию, и в Европу, и в Азию. И как раз через эти трассы начнется развитие тех территорий, о которых мы говорим. Естественно, что следующим этапом будет это освоение новых месторождений, об этом мы тоже будем говорить, это тоже следующая программа по именно металлургической отрасли. Это редкоземельные металлы, это цветные металлы, это черная металлургия, это коксующиеся угли, потому что для строительства миллионов и десятков миллионов трасса Skyway необходимо огромное количество металла. Соответственно, это тоже пойдет то развитие, которое сегодня, без которого невозможно рассматривать освоение территорий. Поэтому еще раз я повторюсь, что три программы, которые мы будем рассматривать еще до нашего октябрьского форума, которые мы будем сначала проводить на вебинарах, рассказывать суть с точки зрения бизнес-планов. Мы сейчас готовим, считаем, мы вам показываем, как будет капитализироваться вложение в эти проекты, то есть в линейный город, если вы получаете землю. Соответственно, здесь у нас есть уникальная сегодня возможность, что вы без абсолютно затрат, только с инициативой государства, то есть с точки зрения именно стимулирования, можете уже войти в этот проект и получить землю в этом городе. Поэтому мы активно это стимулируем, активно зовем. Сейчас, по-моему, там уже за 15 тысяч перевалило заявок, но это все равно ничтожно мало. Мы все-таки планируем, что к концу мая мы выйдем на где-то 100 тысяч заявок. Это крайне важно, потому что это как раз тот линейный город, который будет покрывать Сибирь и Дальний Восток. У нас сейчас есть еще одно очень интересное развитие этого проекта. Но если там сейчас определенные административные вещи произойдут, мы вам тоже об этом будем рассказывать. Так вот, друзья, это неразрывные части одного проекта. Вторая часть – это русский холод и, соответственно, продажа воды и холода. Сейчас я могу сказать, как это не звучало, ну, скажем так, парадоксально или на уровне здравого смысла еще 10-15 лет назад. Хотя я тут рассказывал уже историю, что я на вот этой истории с продажей пищевого льда, когда был чиновником, сделал себе очень серьезный карьерный рост и стал одним из самых молодых заместителей министра. Правда, на очень короткий период. Рассказал вот эту теорию продажи пищевого льда. Вот, она ему очень понравилась и, как бы, это он тогда был курирующий замминистра нашего министерства регионального развития. И, соответственно, мы с ним там очень серьезно иметели планы. Но потом его уволили очень быстро с вице-премьеров, а у меня, соответственно, из этого министерства. Вот. И с другой стороны, я могу сказать, что вот на протяжении вот последних 10 лет идея обсуждения или идея о том, что можно капитализировать поставку пищевого льда в Юго-Восточную Азию или в Индию, она звучала в последнее время как обсуждение. Более того, я могу сказать, что даже полтора месяца назад, когда был Байкальский экономический форум, и один из гуру китайской экономической школы, это такой Лю Сен есть, он является директором Банка народной мудрости, это интересная у них такая организация, предложил Аркашину Новорковичу на Байкальском форуме рассмотреть вопрос поставки воды. В это самое, в Китай. Так вот, Варкович ничто иного не нашел, как сказать, что мы в этом не заинтересованы, мы лучше будем вырабатывать электроэнергию, получать алюминий и, соответственно, продавать вам алюминий, где больше добавленная стоимость. На что ему китайцы сказали, нам не нужен ваш алюминий, у нас свой есть, а вот воды, которая у вас есть, у нас нет. То есть вот уровень подхода, так сказать, это. Ну, сейчас эти переговоры взялся вести Виктор Васильевич, вот, наверное, я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на очень серьезные, как бы, такие результаты и найдем действительно очень серьезных партнеров в Китае, тех, кто будет действительно заинтересован в том, чтобы эта программа и этот проект сегодня очень активно развивался. С нашей стороны у нас есть очень серьезные союзники, это руководитель республики Бурятия, вот, Маговицын, Вячеслав по отчеству не помню, просто очень давно его знаю, вот, соответственно, это на Байкале, вот, это руководство Тывы, это Алтайского края, это те реально сегодня губернаторы, которые очень заинтересованы в том, чтобы новый ресурс, который появился, он, соответственно, был востребован, а так как этот ресурс намного дороже и намного более ценный, чем нефть, но при этом это восстанавливаемый ресурс минеральный, а не как нефть невосстанавливаемый ресурс, то, естественно, это совсем другой уровень технологии, совсем уровень другой поставки, соответственно, минеральных ресурсов. И, соответственно, второй момент, что строительство линейных городов, которые будут идти вдоль этих страз, это даст стимул и даст вообще целый импульс развития регионов, поэтому понимаете, насколько серьезную программу мы сейчас делаем по развитию Сибири и Дальнего Востока, но они, как, знаете, три единые, это как три головы от одного, скажем так, зверя или от одного, скажем так, существа, что нельзя рассматривать строительство городов без русского холода и нельзя эту программу рассматривать без освоения новых месторождений, вовлечения новых видов металлов и новых, соответственно, легированных сталей. Это все абсолютно взаимодействие, взаимосвязанные вещи. Так вот, пока, друзья, что самое сложное, мы с вами это не раз говорили, что уровень компетенции или уровень восприятия людей, который может это понять, осознать, а уж тем более взять на себя ответственность, реализовывать, на сегодняшний момент не в руководстве экономическом, не в научном сообществе пока нет. И, соответственно, второй стороны для разговора пока нет. Поэтому это, друзья, нас нисколько не пугает, поэтому мы сейчас идем народным финансированием, краудинвестингом. Для нас очень важно, что у нас находится все больше и больше союзников простых граждан, простых инвесторов, которые хотят участвовать, инвестируют. Но, с другой стороны, я могу сказать, для меня это очень актуальный вопрос, потому что я практически каждый день веду такие разговоры. Я могу сказать, что в научной академической среде посредников, не посредников, извините, а сторонников у нас становится все больше и больше. И вот эта программа питьевой воды, она в последнее время стала настолько востребованной и настолько интересной, что я практически каждый день сейчас провожу такого рода презентации для научного сообщества, потому что для них это становится как бы очевидным, что новый ресурс, новая экономика, новая технология, и она действительно может давать рывок. Поэтому, друзья, это очень интересное сейчас направление, тема, которая идет. И прям буквально ближайший месяц-два мы все увидим, что это будет иметь очень и очень такие серьезные, серьезные развития и серьезные последствия. Так, ну вот, друзья, значит, дальше я передаю слово, то есть это моя задача, чтобы, друзья, чтобы вы понимали, что экономические кризисы, которые много говорят, и тут Медведев проболтался, кстати, его язык никто не тянул, друзья, но я такого от него сам в очередной раз не ожидал, когда он выступая сказал, что, друзья, у нас оказывается в стране с 98-го года кризис и не заканчивался. Я когда услышал, своим ушам не поверил, стоп-стоп-стоп, премьер-министр, который в то время был президентом, он оказывается еще говорит, что кризис не заканчивался, а сейчас он только выходит в новые явные свои формы. То есть он тем самым подтвердил, что мы как были в глубокой, так сказать, яме экономической, мы как ничего не делали, и за эти 7 лет мы так ничего и не сделали, просто поименялась внешняя конъюнктура, и, соответственно, нам стало хуже. Друзья, это не высказывание премьер-министра, и тем более, то есть я, так сказать, хоть бы следил за своим базаром, который, то есть ему за это отвечать. Поэтому здесь я, друзья, могу сказать, что действительно подтвердить, что ничего не делалось, кроме как сидели на доходах на этой игле. Вот сегодня, когда очевидно все понимают, что дальше будет падать, и надо всех предупреждать, поэтому они говорят, ребята, вы не переживайте, вы стали жить хуже, дальше вы будете жить еще хуже, но в этом ничего страшного нет, потому что, в принципе, вспомните Великую Отечественную войну, там люди с голоду умирали. Так как с голоду мы умирать не будем, значит, соответственно, все, что лучше этого, будет для нас хорошо. Вот это, друзья, очень такая хорошая логика, которую сейчас приняли, но с точки зрения цивилизованной, с точки зрения развитой, с точки зрения сверхдержавы, я считаю, что это несколько унизительное оправдание, ничего не делание для чиновников, которые должны отвечать за развитие страны. Вот, поэтому сейчас, как все эксперты говорят, что у нас прошла первая волна вот этого кризиса, который это там май-июнь сейчас будет следующая, но в ближайшее время как минимум пройдет еще 3-4 такие волны. Вот, каждая из них, естественно, будет ухудшать ситуацию. Для каждого из нас, кто живет в этой системе, это значит падение жизни на уровне, это значит от зарплаты до зарплаты все будет тяжелее и тяжелее, у кого она есть, но у кого нету, так сказать, значит, соответственно, будет поставлен на грани выживания. И дальше, сколько и когда это закончится, ну, Путин на своей конференции сказал, что мы уверены, что за 2 года это пройдет, но я сейчас как-то так смотрю, то, что происходит, я не уверен, что за эти 2 года вообще что-либо они в состоянии сделать. Вот, поэтому, как говорится, друзья, что здесь все открыты и весь вопрос, что пришло время действовать. И если сегодня ничего не делать, если сегодня реально не производить модернизацию, то от того, что говорит, что через 2 года мы будем жить лучше, а так как Медведев произносит, что модернизация, 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 как слово халва, сладко не становится. Поэтому здесь время действия подошло. Мы в отличие от них сегодня действуем, мы делаем, мы собираем инвестиции, мы инвестируем в развитие инженерной документации, в строительство полигона. В ближайшее время начнутся испытания частей агрегатов. Мы этот процесс идем. Мы несколько расскажу. Вот. Это действительно важный вопрос. Но, Юрий, здесь могу сказать, что мы готовим целый-целый вебинар большой, связанных с развитием сельского хозяйства, с направлением тогда, когда будет развиваться сеть Транснет. Потому что сеть очень серьезно поменяет логистику, логику развития сельского хозяйства. Вот. Я потом, если еще будут вопросы или будет к этому интерес, то я в своей части в завершающей еще там, ну, буквально там 3-5 минут остановлюсь на агропрограмме о том, как она действует. Так вот, друзья, что, на чем мы обычно заканчиваем и сегодня говорят, что, друзья, ни в коем случае не надо сегодня не то, что вникать или впадать в пессимизм и говорить о том, что сейчас ситуация сложная и никаких выходов из нее нет. Выходы есть всегда, пускай они даже сложные или болезненные. То есть никогда Россия не прекращала свое существование, как бы ей там тяжело не было. Поэтому сейчас действительно очень серьезные и тяжелые времена подходят и их надо будет и пережить, и делать. Но к ним надо быть готовым. И самое главное, надо понимать программу действий, которую делать. Вот что, над чем мы действительно сейчас и работаем, что мы действительно и предлагаем. И я могу сказать, что, наверное, у нас еще и неплохо получается. Потому что сторонников и людей, которые... Дмитрий, выхода нет только из гроба. Но здесь, Дмитрий, я не то, что могу... Как показала практика, и на прошлой неделе был очень серьезный праздник, показывает, что для некоторых даже из гроба есть выход. И для всех остальных это тоже оказывается очень серьезно. Так что тоже, так сказать, можно так интерпретировать, скажем так, это высказывание. Так вот, друзья, я передаю слово сейчас своему партнеру и, будем сказать, такому ближайшему сейчас соратнику Лёше Суходоеву, с кем мы сейчас готовим основные документы и движения вперед. Он свою часть расскажет, а я в конце сделаю небольшое обобщение для того, чтобы мы все понимали, как двигаться дальше. Так, Лёша, тебе слово. Лёша, тебе слово. Хотя наверняка такие вопросы задавались. И что меня поразило, вот 2,3 триллиона рублей примерно на реализацию плана стабильности, стабилизация была выделена, и там нет вообще статьи на транспорт. То есть 900 миллиардов это поддержка Манковской системы, куда без неё. 250 миллиардов это реальные сектора экономики. 100 миллиардов это область авиастроения. 82 миллиарда на рынок труда, чтобы, ну, хоть как-то сохранять вот этот уровень хотя бы безработицы, чтобы он не разросся. И, собственно, 20 и 230 миллиардов это на гарантии в реальный сектор экономики и под конкретные инновационные проекты. То есть это и территория опережающего развития, которая на Дальнем Востоке у нас формируется потихонечку. Но нет вообще ни грамма про транспорт. Единственное, что я услышал про транспорт, это про электрички, что да, нужно вернуть электрички, собственно, в тех пригородных направлениях, где они нужны, их вообще нет. И, собственно, а где они не нужны, они, наоборот, курсируют полупустые. То есть вот такая, в принципе, ситуация в стране. И я сейчас тоже очень много стараюсь анализировать, чтобы это все накладывать на наш проект, потому что действительно все дальше и дальше, понимая, что наш проект и технологии Skyway и те направления, которыми будет заниматься Skyway Invest Group, это в будущем увеличение ВВП непосредственно самой страны и, соответственно, это увеличение уровня жизни нашего с вами. То есть это стоит понимать действительно, что мы делаем великое дело и никто, кроме нас, этого не сделает. Хочу также отметить, так как вебинар экономический, все факты именно по инфляции и так далее, по снижению экспорта, вы прочитаете на слайде, я его специально подготовил, это такой слайд информативный достаточно, но вот 13 апреля заместитель министра Татьяна Несеренко сказала, что не хватает бюджета на обслуживание госдолгу. И более того, бюджет постоянно пересчитывают, то есть сейчас снова нужно будет пересчитывать, и этот факт наверняка заставляет задуматься членов правительства, как вот Кудрин тоже, Алексей Кудрин высказался на конференции именно телемастер Владимира Владимировича Путина, что сейчас нужно действительно что-то менять, и одной, допустим, программой космодрома Восточный, то есть там была создана целая инфраструктура города, и, кстати, несколько триллионов рублей до 2024 года планируется вообще потратить на космическую программу. Я целиком и полностью поддерживаю космическую программу, но, как сказал Алексей Кудрин, я с ним абсолютно согласен, Алексей Леонидович Кудрин, что старая модель роста себя отжила, то есть цитирую его, а новая еще не переживается. И необходимо, соответственно, сделать новую модель, необходимо подготовить новые профессиональные кадры, то есть новые профессиональные кадры, в том числе по адресным проектам будут у нас готовиться. Этим будет заниматься напрямую Академия от Новой Евразии, то есть я очень рад, что у нас такая организация появилась, и более того, преподаватели Новой Евразии будут появляться все больше и больше, потому что люди, которые именно занимаются образованием, которые занимаются продвижением бизнеса, которые занимаются именно постановкой бизнеса с нуля на поток, они очень-очень нам понадобятся. И, собственно, да, абсолютно, Петр, правильно говорите, что надо, чтобы страна знала SkyWay, но, собственно, это, я думаю, что не за горами, это мы увидим в ближайшие годы, в 2015-м. Скорее всего, будет понятно, как вообще страна именно в качестве вышестоящих руководителей относится к нашему проекту и будет ли поддержка, потому что проект мы неизбежно сделаем и сами, но хотелось бы, чтобы была поддержка информационная, чтобы была поддержка, может быть, каких-то чиновников, регионов, в которых наши адресные проекты будут. Соответственно, будет намного проще не пробивать лбом стены, собственно, с такого вот любимого мною понятия синергетического эффекта достигать всеобщей цели. Потому что сегодня действительно серьезная ситуация, это, я думаю, все осознают. И вот тот маятник, знаете, который вот средства массовой информации перед нами махает, что все хорошо, но абсолютно ничего не хорошо. И это наблюдается во всех рынках, во всех отраслях. Более того, я с удовольствием тоже увидел, что ведется аналитика, аналитика вообще финансового кризиса. Игорь Хальзов правильно говорит, что финансовый кризис на самом деле у нас между ушами, то есть 25-30 сантиметров расстояние финансового кризиса. Цитирую, так скажем, нашего директора по представительствам. И да, это действительно так, но аналитику нужно смотреть и накладывать именно технологию Skyway. Потому что мое мнение, именно технология Skyway, именно транспорт второго уровня, эстакадного типа, инновационный, может сделать то, что сейчас, собственно, не знает, как сделать. То есть русское экономическое чудо. Это также будет, как Сингапур, это также будет, как взрывной рост Китая. То есть Китай вообще буквально с нескольких десятков миллиардов вырос до трех с лишним триллионов активов буквально за несколько лет. И сейчас Китай неспроста начинает пытаться завладевать различными недрами и, собственно, так скажем, засматриваться уже на наш, давно засматриваться на наш Дальний Восток. И это абсолютно логично, абсолютно понятно. Потому что китайцы не обладают всеми ресурсами. А мы обладаем. А мы обладаем. И нам нужна только транспортная инфраструктура. И, собственно, это третья часть вообще государственной программы, которая, я не помню, на 2015 вроде как было принято, что именно строительство замены Транссибирской магистрали альтернативы, либо реконструировать это дорого. То есть это абсолютно нерентабельно и нецелесообразно совершать. И, собственно, хочу привести пример. Вот на прошлом вебинаре я приводил пример по Бокчарскому железорудному месторождению. Собственно, приводил пример именно без сопровождения слайдом. Ну, многим, наверное, без слайда это сложно представлять. То есть вот это один из адресных проектов, которым группа людей, именно активистов, в том числе Skyway Invest Group, я не имею в виду именно покупку лицензии и так далее. Но, кстати, вот если замахиваться на далеко идущие планы и вот сейчас смотрю, изучаю и, соответственно, из этого могу анализировать, получая все большее знание на примере того же Китая, Тайваня, Японии и так далее, США. То есть США, вспомним, как вообще появилось мировое владычество США после Второй мировой войны, когда все были государства разрушены, Советскому Союзу было не до помощи государствам. США особо не участвуют в Второй мировой войне, хотя во всех американских фильмах сейчас показывается, что США как будто победила во Второй мировой войне, но, собственно, мы знаем, что это не так. И начал помогать, начал помогать, соответственно, различным государствам. У него появились союзники. Вначале это действительно был взрывной рост экономики, индустриализация страны, то есть первые железные дороги с востока на запад. И, собственно, именно вот это вот все сшило те раздробленные штаты и сформировало мощное государство сейчас, которое обладает одной из мощнейших экономик в мире. Ну, собственно, Китай наступает на ноги. И мое личное мнение, мне хотелось бы, чтобы к 2030 году сформировалась великой державой именно Россия, и у нас есть четкие планы развития, которые мы доносим в виде аналитических записок. Я счастлив, что есть такой человек у нас в проекте, как Сергей Анатольевич Собиряков, то есть это человек, как действующий государственный советник третьего уровня, третьего ранга и абсолютно близко общающийся со многими олигархами, чиновниками и так далее. У меня лично такой возможности, может быть, она и есть через знакомых, но прямой точно нету. И я думаю, что у многих из вас такой возможности нет. И, собственно, сейчас вот прорабатываются различные процессы именно до несения информации, как преодолеть действительно этот кризис, который уже не только в головах людей, но и отражается напрямую в экономике. Это, знаете, как нисходящая спираль, то есть лучше не будет за каждым именно вот Венесуэлы тоже полная нефтяная игла, полная нефтяная зависимость. И там также в Белоруссии тоже до 2011 года по нисходящей шло это. То есть вроде как стабильность, стабильность, то есть нужно планку повышать, а планку наоборот понижаем. И мы привыкаемся к кризису. Я думаю, все абсолютно со мной согласятся, что сейчас, собственно, вот этот курс доллара, который 50 с лишним, он немножко даже непривычный. Мы привыкли к 60. И, собственно, многие ожидают сейчас, что да, он подрастет. Это абсолютно нормальное явление для нас сейчас. Но, собственно, это действительно можно преодолеть. И один из адресных проектов это Бокчарское железорудное месторождение. То есть я на других адресных проектах не буду подробно останавливаться, просто чтобы вы поняли и доносили, соответственно, до потенциальных своих кандидатов, инвесторов, крупных инвесторов, чиновников, полигархов, с которыми абсолютно нужно и необходимо общаться, потому что SkyWay нужен 99% людей. Если раньше я думал, что 80%, может быть, 90%, то сейчас я уверен, 99%. Итак, собственно, Бокчарское железорудное месторождение находится на территории Томской области. Собственно, долгое время это месторождение никак не может получить именно не то, что достаточно инвестирования, а вообще интерес со стороны инвесторов. Потому что, чтобы сложился интерес, необходимо, чтобы там была создана инфраструктура. В первую очередь транспортная, энергетическая, коммуникационная. Кстати, это та инфраструктура, которая включает в себя наша сеть Transnet. То есть это единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная и, я не побоюсь этого слова, социальная сеть. Социальная почему? Потому что вообще просто будут стираться грани между регионами и социальность очень сильно преобразится. Соответственно, будут введены социальные лифты, что любой может стать каждым. Кстати, один из законов изобилия и процветания, чтобы человек это осознавал и понимал. И что касается Бокчарского железорудного месторождения, действительно нужно сделать и горнообогатительные комбинаты. Но, собственно, там заключается особенность в том, что это месторождение находится по большей части на болоте. То есть вообще Томская область это достаточно болотистая местность. И находится железная руда с внимания. Если это обогащенная руда, то более 80%, если может достигать, это очень высокий показатель. Ну, а, собственно, в среднем это, как вот на слайде и написано, это вот более 50% может достигать. Это очень высокие показатели. И данное железорудное месторождение нам очень сильно пригодится, так как будут строиться миллионы километров струнной дороги по всему миру. И, соответственно, Россия непосредственно, несмотря на то, что весь мир будет строить потихонечку, вначале это будет потихонечку, то есть никто не говорит, не питает иллюзиями, что все сразу поймут и все сразу воспримут. А, кстати, если говорить о понимании, то тоже немножко отступлю. И хотелось бы сказать про одного из наших конкурентов. Я тоже это постоянно анализирую, постоянно смотрю. Все вы помните SkyTrend, то есть это технология США. И могу сказать, что данная технология встретила достаточно серьезное противодействие, видимо, потому что минимальное, что я нашел в источниках, что сейчас говорится вообще об этой технологии. Напоминаю, что в 2015 году уже в Тель-Авиве должна была быть построена некая опытная тестовая площадка, опытная трасса, связывающая, если не ошибаюсь, город и аэропорт. И, собственно, все это прикрывается тем, что сейчас якобы люди недовольны тем, что делают такую вообще инфраструктуру, не поставили их в известность, то есть якобы протестуют. Ну, собственно, я думаю, это абсолютное прикрытие. Здесь достаточно более серьезное именно понимание и, скорее всего, именно, так скажем, осознают мировые транспортные корпорации, именно вот того же самого Израиля и так далее. Наверняка там железная дорога, и наверняка не хочется забирать кусок у автобусной метро промышленности. И, собственно, вот хочу сказать, ну, на самом деле меня обрадовал этот факт, что данная технология сейчас встретила некое противодействие. То есть у нас есть возможность занять эту нишу, потому что на рынке кто успел, тот и съел, кто оказался максимально конкурентоспособным, тот, собственно, и завладеет на первых порах этим рынком. И вот с Сергеем Анатольевичем вчера общались, есть понятие первый, а есть понятие второй, именно успевший, то есть освоивший. И технологии может сделать кто-то первый, но, собственно, именно широкое развитие получить может технология именно в том числе с помощью нашего проекта. Итак, вернемся к Бокчарскому железорудному месторождению. Так, почему-то пропал чат. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Видно, бесслышно меня, может быть, что-то вылетело, потому что я не вижу чат. Замечательно, почему-то все стерлось. И, собственно, проблема заключается в том, данного, одного из крупнейших проявлений железной руды в России и вообще в мире, в России по всем запасам это в два раза больше. Представьте, в два раза больше. То есть это солилитейную промышленность, вообще наша металлургия, на многие года вперед можно обеспечить с этим. Невозможно, я думаю, что поспорить. И здесь у нас всплывает два способа добычи. То есть это либо карьерный метод. Карьерный метод, я думаю, все прекрасно видели. Огромные карьеры. То есть вот если говорить про мое место обитания, местоположение, это Корфкинский разрез, огромные глубины и так далее. И огромный урон экологии. То есть я не особо приветствовал бы этот способ. Ну и, собственно, там нужно опять же создавать инфраструктуру транспортную. Транспортной инфраструктуры нет. Более перспективный это скважный метод гидродобычи. То есть эта гидротранспортировка будет осуществляться именно пульпы железной руды по магистральным трубопроводам. Но особенность такая. То есть так как это местность на болотистом рельефе, соответственно, той транспортной технологии нет, которая сейчас могла бы применяться на болотах. То есть возить дирижаблями и так далее. Но чуть попозже, вот тоже на следующих вебинарах вам представим концепцию. Ее концепция был удивлен в 2010 году. Достаточно много адекватных, грамотных вещей, правда, которые из них на минусовой процент, думаю, были реализованы. Если говорить про ее мобиль, думаю, все помните, каким образом это все закончилось. Но концепция, в принципе, верная, потому что там все хотели вынести на второй уровень. Правда, с помощью маглева, магнитной левитации, но ничего страшного. То есть осознавание такое было. И именно с помощью скважного метода гидродобычи можно будет организовать достаточно серьезные потоки. То есть достаточно серьезные, это 5-10 миллионов тонн руды. И, собственно, с помощью, опять же, карьерного метода добычи это будут более большие объемы. Но если говорить про экологию, то скважное гидродобыча это более привлекательное. Но и там, и там нужна транспортная инфраструктура. И обеспечив данную транспортную инфраструктуру именно с помощью Транснет, а именно Транснет может с помощью тех же самых бурзабивных свай, вообще, чтобы болото, чтобы понимали, болото простирается, ну, собственно, не на большую глубину. И как раз вот сваи могут составить огромную устойчивость и применяться на подобных местностях. Другой транспорт невозможно построить абсолютно. То есть, если бы было возможно, то уже бы давно построили. Как только это все будет освоено, мы сможем получить тот ресурс, который сможет обеспечить и Россию, и Китай, и Корею, и Японию. Я думаю, что понятно, что это также будет... Вот, кстати, да, тоже. Как завозить будут туда экскаваторы? Ну, собственно, очень интересный тоже вопрос. И как раз таки в этом также поможет именно струнная технология. Потому что по струнным рельсам можно возить и КАМАЗы, и составы, и тягачи различные. Собственно, на что годится фантазия и необходимо применение, как говорится. Ну и, собственно, вот как пример, вот данный проект по прикидкам, по оценкам может составить увеличение ВВП более чем в один раз. Это достаточно неплохой показатель. То есть, при средней стоимости руды сегодня на рынке в 80 долларов, несмотря на текущее было понижение до 60 долларов, то, соответственно, потенциал Бокчарского железнодородного месторождения составляет 2 триллиона долларов. Это без учета расходов за инфраструктуру вообще строительства горно-обогатительного комбината. И строительство, естественно, нужно будет транснет построить. Но все-таки транснет это окупит, я думаю, что менее чем за год. Вот из этого, дамы и господа, и будут формироваться наши дивиденды, и это необходимо доносить до всех инвесторов. Это как один из адресных проектов, который все мы с вами можем инициировать. Таких адресных проектов, собственно, таких, я думаю, меньше сотни по миру, но других это тысячи и десятки тысяч. И, собственно, давайте повышать наш потенциал, именно кадровый резерв Skyway Invest Group, потому что адресных проектов будет очень и очень много. И я думаю, что все согласятся, люди, желающие, имеющие намерение развивать данные адресные проекты, обучиться, получить первичный такой толчок к знаниям, именно уже не с точки зрения игра в жизнь даже, хотя это очень немаловажно вообще было, я думаю, все остановите толчок, именно для формирования правильного сознания, но именно уже сознание будущего топ-менеджера компании, именно занимающегося адресными проектами. Собственно, вот такое на сегодня выступление. Благодарю всех за внимание. Строй Skyway, спасай Россию. С вами Алексей Сходоев. Всем счастливо. Алексей, спасибо. Друзья, мы не зря останавливаемся на том, чтобы сырьевая придатка мира неэффективнее будет строить промышленный объект по обработке и производству продукции в России. Это не понял, кто задает вопрос. Друзья, дело в том, что то, что мы сейчас говорили и то, что Алексей сказал по Бокчарскому месторождению, это крупнейшее вообще мировое, а в Восточной Сибири и в Евразии это крупнейшее месторождение. И как раз все строительство Skyway и миллионов трасс, оно невозможно без обработки металла, то есть не сырье продавать, то есть то, что сейчас говорили, это необходимо добыть этот металл, переработать, получить струнные рельсы, потом все это построить и потом осваивать. Поэтому здесь никакой не может быть ориентации на сырье. Вот это строительство как раз новой коммуникации, которая сегодня будет определять развитие Евразии, именно нового евразийского пространства. И почему мы много раз говорили, это еще вернусь сейчас к этому вопросу, что мы считаем, что именно Украина, Голосток, Украина это будет таким мощным европейским лидером развития, потому что основные месторождения железной руды в Европе, они находятся на Украине. И как раз когда пойдет общее строительство трасс, то востребован будет украинский металл, украинское, именно не сырье, а именно как уже средство для строительства. Вот поэтому наше глубокое утверждение, которое определяет шестой технологический уклад, и мы говорим, что весь 21 век опять пройдет под логикой металла. То есть если 20 век это нефть, нефтепродукты, и соответственно кто контролировал нефть, тот и фактически влиял на мировую экономику, то сегодня роль нефти будет опять снижаться значительно, а роль металла, и все что с этим связано мы говорили, и редкоземельных металлов, которые легируют сталь и дают абсолютно новые качества. Цветные металлы, которые дают новую индустрию, новое направление, все что связано особенно электротехникой. И соответственно черный металл это то, что будет давать структуру для, вот Алексей правильно пишет сейчас, вот металл и вода. То есть вода это, но почему мы утверждаем, что у России, у мировоззийского пространства будет взрывной рост ВВП, причем ни в один, ни в два, мы начинаем сразу в три, в пять раз. Потому что мы будем вводить новый ресурс, который сегодня в экономике нет вообще. Его просто не используют. А исчисляется он триллионами долларов, если говорить в сегодняшний момент. Триллионами. Поэтому мы сегодня говорим, что это крайне востребованный продукт. Это, к сожалению, я говорю, этого понимания до недавнего времени не было, но сейчас все больше и больше оно приходит. И когда мы говорим, что сегодня востребованность в чистой питьевой воде, а особенно в энергетике, ведь тут думайте, в чем вопрос, что космический холод, который замораживает эту воду, вот я вам привел цифру еще раз с точки зрения школьной физики, откройте и посмотрите. Теплоемкость льда в восемь раз больше теплоемкости стали. Это так к слову сказать. Вот поэтому, когда мы будем поставлять миллиарды тонн пищевого льда, это представьте, сколько надо энергии, чтобы расплавить, расплавить миллиарды тонн стали. То есть по энергетике это огромнейший энергетический ресурс, это новая энергетика. Когда нам говорят, и мы эту энергетику получаем из космоса, потому что нам замораживаем, мы не тратим никакой энергии на то, чтобы эту воду заморозить. И сегодня этих ресурсов, вот в таком плане, их на земле больше нет. Это только вот. Поэтому осталось для того, чтобы эти ресурсы взять и использовать уже во благо экономики, надо построить трассы. И дальше уже видите то, что мы сейчас делаем. Мы говорим, мы не просто собираемся строить трассы, а мы собираемся строить линейный город, который будет без пробок, который будет в экологически чистых местах, который будет по новой системе и при этом он еще будет абсолютно экономически обеспеченным. То есть вот, чтобы вы понимали, о чем происходит речь. Так, был вопрос по сельскому хозяйству, там по то, что было в заявлении и компании Skyway по поводу Skyway агронаправления. Значит, я просто не то, что прокомментирую, а я могу сказать, что транспорт, который быстро перемещает и на большие расстояния может перевозить не только продукцию, но и почву, он дает направление так называемому гумусу. То есть сегодня это активнейшее направление, им занимается много сегодня разных школ. Смысл в том, что гумус это то, что питательная среда для любых растений в почве. И гумус, который сегодня пользуется растение, они формируются до 2-3 миллионов лет. А сегодня наука с помощью биотехнологий позволила получать этот гумус в течение 3-5 лет соответственное качество. И поэтому, соответственно, новое качество, оно позволяет даже в таких трудно, как бы, регионах для сельского хозяйства, как пустыня или северная территория, делать абсолютно новое сельское хозяйство по производительности намного выше, чем сегодня. Но единственным условием, что здесь должна быть транспортная инфраструктура, которая быстро подвозит, отвозит. И вот поэтому само транспортное развитие позволяет запустить такое новое направление, как сельское хозяйство. То есть это я коротко на такой вопрос отвечаю, который сейчас. Будет ли презентация Skyway? Нет, я могу сказать, что мы вели очень долго переговоры с руководством Уфы, даже с мэром я встречался, но мы пока не договорились о том, что можно будет презентовать технологию Skyway. То есть это, к сожалению, это вот спрашивают по поводу. Вот, ну, друзья, с другой стороны, на все выставки, на все презентации не успеешь. У нас много сейчас готовится таких форумов, конференций очень высокого уровня, где у нас еще будет очень хорошая возможность заявить о себе, презентовать технологию и, соответственно, все больше и больше собирать сторонников. Так, у нас, как мы говорили, у нас вебинары теперь чаще и чаще мы делаем на троих. То есть третьим у нас Григорий Михайлович Мирошниченко подключается. Вот, сейчас, Григорий Михайлович, вы, как здесь, Григорий Михайлович. Так, пока молчит. Так, давайте по вопросам, если еще какие-то вопросы есть, в принципе, я готов коротко на них ответить. Но вообще, как всегда, исходя из той практики вебинаров, которые мы сейчас ведем, вот, ряд вопросов, которые мы наметили, мы с Алексеем, вам, или, значит, основной, что мы сегодня делаем и что мы сегодня дальше продолжаем, это земля и линейный город, вот, с тем, чтобы дальше развивать программу «Русский холод» и освоение серверных территорий, то есть получение нового вида металла. Вот это вот мы направление сейчас все будем дальше и дальше развивать. На всех наших сегодня уже инвестиционных конференциях мы будем показывать проценты и как это будет уже с экономической точки просить, за счет чего будет капитализация. И, соответственно, мы сегодня активно готовим уже, запускаем конкретные адресные проекты по трассам для того, чтобы уже можно было четко посчитать, как будет, вот, 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 вот. Вот, 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 у меня точка только что принесла. Спасибо, Елена, за это самое. У меня там другие проблемы сейчас с этими бронхами, но ничего, я единственное, что могу обещать, что в ближайшую неделю-две у меня с легкими все будет в порядке. Во всяком случае активно над этим мы работаем. Так, ну вот, друзья, давайте тогда... Валерий, да, он у нас всегда любитель природных методов, так сказать. Будут ли какие-либо в линейном городе производства? Естественно, что значит какие-либо производства? Дело в том, что сама логика линейного города подразумевает, что это зеленая зона, жилая зона, где люди живут в экологически чистой природной зоне. А все, что будет связано с обработками, с производством и так далее, это должно быть вынесено, это специальное будет ответвление от линейного города, где вы в течение 30-40 минут можете уехать за 200-300 километров, там работать и возвращаться обратно в экологическую чистую зону. То есть сегодня как раз одна из экологических задач и социальных задач линейного города это развести зону проживания, промышленную зону и просто зону, понимаете? То есть просто зона должна находиться в одних местах под одни задачи, промышленная зона в других местах и жилая зона, соответственно, в третьих местах. Этим мы сейчас и говорим, что линейный город, почему мы говорим о том, что его надо строить абсолютно в новых местах? Потому что это нетронутая природа, нетронутая экология, и она должна такой и остаться. А там, где сегодня, потому что то, во что сегодня превратили Москву, допустим, вот эти безумные муравейники, которые строят сегодня за пределом Када, это в ближайшее время просто превратятся в гетто, где будут жить абсолютно, ну я думаю, что половина Узбекистана и Таджикистана переедет сюда под Москву и будет жить в этих, потому что все нормальные люди отсюда будут уезжать. И как раз по нашему утверждению в Москве через 10-15 лет останется жить только 2 миллиона человек, а не те почти 20, которые сегодня живут. Это безумие, которое сегодня сотворила вот именно наша цивилизация и более того, наша такая гипертранфированная экономика, потому что то, что сегодня все со всей страны едут в Москву, а теперь чуть-чуть и в Питер, это, друзья, безумие. Поэтому, и это тоже как раз веление нашего времени, которое, соответственно... Так, решение по подводным трассам. Есть решение, смотрите, 100 вопросов, 100 ответов. Освоение Арктики и системы Skyway. Значит, очень интересный вопрос по северу. Значит, соответственно, все трассы, которые будут обеспечивать северное освоение, они пойдут сухопутным путем и дальше будут от нашего линейного города выходить дальше на север. Вот, и вот этот линейный город, это будет сердцевина, скажем так, той евразийской экономики, которая будет дальше развиваться. Какая возможность, будут ли выбрать место, например, и на Дальнем Востоке, а в Сибири, ближе к месту проживания. Значит, Ольга, на сегодняшний момент такой возможности нам законодатель не дает. Пока мы берем землю только там, где нам ее предлагают, то есть это на Дальнем Востоке, это Хабаровский, Приморский край. Но мы четко сейчас говорим, что участие в этой программе, это не то, что вас обрезает, и вы потом не можете нигде в другом месте взять землю. Просто мы сейчас, вовлекая эту землю в оборот, в наш проект, мы говорим, что вы получаете ресурс, и через некоторое время то, что вам государство дало бесплатно, это будет стоить очень серьезных денег, и вы это можете дальше использовать как именно свой семейный, свой личный экономический ресурс. Это наша задача, и государство нас стимулирует к тому, чтобы та земля, которая сегодня стоит ноль, более того, чтобы добраться до нее, надо потратить деньги, чтобы просто на нее посмотреть, вот эта земля должна стать очень дорогой в течение 5-10 лет. Вот как раз проект 5-10 лет, чтобы было непонятно, что это проект не на столетие. Поэтому здесь вопрос как раз именно в этом. Так, ну что, друзья, Григорий Михайлович, у нас видно, с интернетом у него проблемы, он не смог включиться, вот, ничего страшного, будем ждать его на следующих вебинарах. То, что мы хотели с вами сегодня, друзья, притрыть подальше от границы с Китаем, вот тут, но как раз про... О, Григорий Михайлович, так сказать, говорит, что включится сейчас. О, Григорий Михайлович, ну, наконец-то, я думал, что мы сегодня вас не увидим. Да, но я единственное, что не знаю, как меня слышно, не видно. Очень хрипит, очень хрипит микрофон. Так, так, чуть-чуть не мешать. Так, сейчас как-то лучше? Еще чуть-чуть тише, Григорий Михайлович. Раз, два, три, раз, два, три. О, сейчас отлично, да. Ребят, ну ставьте плюсики, ставьте что-нибудь такое, что слышно меня, нет, не очень слышно. Хрипит, хрипит. Это я хриплю, может быть, или кто-то хрипит. Нет, у большинства людей все нормально, слышно и видно. Григорий Михайлович, чуть-чуть еще потише, буквально на одно деление. Чуть-чуть потише? Ну, на одно деление не получится, но на пол деления... Ну, наверное, вот так вот поставлю, вот. Вот так вот отлично. На половинку, окей? Все нормально слышно, да? Замечательно. Ну, я просто, как бы это, как сказать... Давайте, девочки, и никуда не расходите, не расходите, куда, куда, куда. Давайте, ребят, повернитесь сюда все, поверните все, гузелечка, все, 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 кстати, вчера у Магасу мой гузель-кариловный был день рождения, мы вчера работаем в офисе, ребята, сегментовый сибиряков. Вот, мы все находимся здесь, поэтому компьютеров включено очень-очень много, и, как бы, наверное, может быть, даже из-за этого садится немножко звук, поэтому те вебинары, которые я должен уже проводить на чате, я их не начал еще, хотя конференц-комнату я все уже взял, купил для того, чтобы именно обучение поделиться теми фишками, которые есть для работы, ну, прежде всего, через интернет и в режиме онлайн с людьми. Мы уже здесь практически полтора часа, по времени мы затянули, как говорится. Так, 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 звук, 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 зависло. Что зависло? Что зависло? Есть звук. У кого есть, у кого нет? Хорошо, ребята. Да, я понимаю, у всех по-разному. Вот так. Окей. Окей. Значит, по тому времени, который у нас есть, сейчас согласуем времени проведения вебинаров, которые я буду проводить, чтобы они не стыковались, не пересекались с теми общими вебинарами, которые проводим мы и по разным направлениям. И этот график, согласованный график, я думаю, что мы запустим с завтрашнего дня. То есть завтра, в четверг, мы начнем проводить наши вебинары. Но прежде всего, я скажу так, как есть, то есть для своей структуры будем обкатывать это дело и переносить на общую, то есть на общую, если, конечно, будет общее желание. А теперь, ребята, я не буду вас больше утомлять, то есть мы подходим к самому концу, к завершению. И в завершении, вы знаете, всякая сделка должна завершаться чем-то, ради чего все это мы рассказываем, для чего все это мы даем. И так как на 99% здесь находятся партнеры нашего проекта, это действительно то, ради чего мы здесь собрались, для того, чтобы это все состоялось. И я задам вам просто один единственный вопрос и сейчас попрошу написать. Да, либо нет, либо да, либо нет. Вы бы хотели, чтобы это состоялось как можно быстрее. Если вы говорите да, напишите да. Если вы сомневаетесь, напишите нет или ничего не пишите. Мы хотим, чтобы это состоялось. Замечательно, мы все являемся практически инвесторами, мы все имеем какие-то пакеты акций. Имеем такие пакеты акций? Да, имеем. А теперь вопрос очень простой. Ребята, для того, чтобы закрыть все хотелки, как говорится, общие хотелки, для того, это основная задача профинансировать этот проект. Но для этого, может быть, даже не надо привлекать инвесторов на сотни фунтов стерлингов, сотни тысяч даже фунтов стерлингов, на десятки тысяч фунтов стерлингов. Для этого необходимо выполнить одну простую вещь. Сегодня 22 число. И у меня пожелание будет только одно. По 30, максимум 50 фунтов взять на себя каждому обязательство до конца месяца приобрести вот такие пакеты акций. Каждый из нас приобретает пакет акций либо на 30, либо на 50 фунтов. И не надо ждать счастливых дней, чего-то еще. Вот до конца месяца это надо сделать каждому. Мы закрываем, ребята, все позиции. Я вам отвечаю, все позиции закрываем. И у нас не станет вопрос, что у нас недофинансирование, чего-то не хватает. Мы можем все это сделать сами. И в конечном счете мы выйдем с пожеланиями нашими, как Хавратову Андрею Федоровичу, Сибирькову Сергею Анатольевичу и Юницкому Анатолию Эдуардовичу с одним пожеланием. Закрыть вход в корневую технологию. Нам не надо лишних людей. То есть у нас достаточно людей для того, чтобы полностью профинансировать всю технологию. Нам просто взять и каждый месяц там по 2-3 тысячи рублей. Я в рублях говорю. Кто из других стран, пересчитайте там гривны, в тенге или в доллар, там любую другую валюту. Это может сделать каждый человек, каждый инвестор. Так давайте это сделаем. Я вас всех благодарю за то время, которое вы не зря потратили. И еще раз повторяю, до конца, фактически в течение этой недели, взять и приобрести минимальный пакет акций. Минимальный пакет акций 30 или 50 фунтов. И мы закрываем вход в технологии. На следующий месяц мы делаем то же самое. И в конечном счете мы просто-напросто капитализируем в наше будущее. Ребята, то, ради чего мы все это делаем. Еще раз всех благодарю. С вами был Сергей Сибиряков, Алексей Супадоев, Григорий Павлович Шинченко. До встречи на следующих вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok